Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме «Бородавка на половом члене». Что же делать, если случилась такая ситуация? Вообще, почему на моём половом члене вдруг выскочила бородавка? Я же им не трогала лягушек или жаб. Почему такое бывает? Почему я бы вспомнила про лягушек и жаб? Потому что часто создаётся, у многих раньше был такой миф в детстве, что не трогай руками лягушек, жаб, иначе у тебя будут везде бородавки. Что вот из их вот этих вот таких вот холмиков, как бы вот этих вот бородавок на лягушках, выделяется яд, и поэтому образуются бородавки. На самом деле это всё абсолютно неправда, и тем более вообще не имеет никакого отношения к действительности. Сегодня мы с вами разберёмся, почему же появляются бородавки. Друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делитесь вашим мнением в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы. Ну что, друзья мои, давайте всё-таки разберёмся. Действительно часто на половом члене у мужчин появляются какие-то такие вот объёмные образования. И почему всегда нужно с этим образованием обратиться на консультацию к врачу для того, чтобы понять, с чем оно может быть связано. То есть это может быть какая-то фиброма, может быть невус, да, как доброкачественное заболевание, а может быть как раз бородавка вызвана вирусом папилломы человека. То есть вирус папилломы человека, мы с вами уже очень много про него говорили, и сегодня я ещё раз на нём остановлюсь, то есть как раз появляются, могут появляться бородавки, соответственно, онкологическая настороженность как у женщин, так и у мужчин передаётся именно половым путём. Соответственно, если данный вирус попал в организм, соответственно, то он активно там развивается, да. То есть если мы говорим про бородавки на половом члене, они могут быть, соответственно, такие вот плоские достаточно, могут быть как раз остроконечные, такие вот, знаете, как треугольнички, да, такие вот как бы вот хотелось их взять вот чем-нибудь и оторвать, что ни в коем случае нельзя делать, да, то это как раз говорит о вирусе папилломы человека. Обычно они имеют такое дольчатое строение, как долечки, да. Соответственно, это говорит о том, что, да, действительно у вас есть вирус папилломы человека, скорее всего, вызванный девятым, одиннадцатым типом, да, как раз образование вот таких кандилом. Цвет может быть абсолютно любой, от бледно-розового до цвета кожи и до различных коричневых цветов, да, а светло-коричневый, тёмно-коричневый. Могут быть плоские, могут быть треугольные и могут, как я уже сказала, быть дольчатые, что как раз характеризует вирус папилломы человека. Соответственно, могут находиться на стволе полового члена, на кор, ближе к корню полового члена, на головке полового члена, в области крайней плоти. Вот именно если вы заметили у себя на половом члене, половой член, головка, крайняя плоть, и вот у крайней плоти такие остроконечные треугольнички, то это как раз и есть остроконечные кандиломы, вызванные вирусом папилломы человека. То есть, вот в принципе, если они вам не мешают, вот они есть и есть, да, то есть, как-то вот сразу бежать их удалять, в принципе, не нужно, но они же бывают разных размеров, и действительно мужчина комплексует, как и у женщины, да, если на половых органах наружных возникает вот такая вот ситуация, и вырастает вот такая вот кандилома остроконечная, причём достаточно, они бывают больших размеров. Что же делать? Существует большое количество разных методик их удаления, то есть, это лазер, это может быть жидкий азот, да, когда, соответственно, удаляется сама кандилома. То есть, жидкий азот наиболее распространённый, его наиболее дешёвый метод, но минус в том, что можно убрать не всю вот эту кандилому. Соответственно, лазер более эффективный, но он более дороже, но методы есть разные, обязательно врач должен посмотреть, что это за образование, да, и подобрать метод, который подойдёт именно вам. Теперь мы поговорим про вирус папилломы человека в целом, да, то есть, ещё раз, он передаётся половым путём, поэтому, друзья мои, предохраняться нужно обязательно, особенно если партнёром, которым вы плохо знаете, и вообще о нём мало что знаете. Следующий момент по поводу вообще вируса папилломы человека в целом, да, что мы будем говорить. Вирус папилломы человека, можно ли его вылечить? На сегодняшний день, ещё раз обращаю внимание, что на сегодняшний день зарегистрированных препаратов для лечения папиллома, вируса папилломы человека не существует. Есть только симптоматическое лечение. И многие из вас, там у нас было уже видео на эту тему, написали мне, ну я же вылечила вирус папилломы человека, друзья мои, вы его не вылечили, ваш иммунитет его победил. Такое может быть через определённое количество времени, организм активно борется, и у вас этого вируса не будет. Независимо от того, лечили вы его, не лечили, потому что зарегистрированных препаратов на сегодняшний день нет. То, что вы уберёте канделому, это не значит, что вы вылечите вирус. Вы просто уберёте её, потому что она для вас эстетически некрасивая, она вам мешает, вам эта история не нравится. Вы её убрали, но не значит, что вы уберёте сам этот вирус. Он у вас активно-активно циркулирует. Здесь используют и противовоспалительные, противовирусные, иммуномодуляторы. Но также, скорее всего, сам вирус, если у вас достаточно хороший иммунитет, может сам реконвалисцентрироваться и уйти из организма полностью. То есть через какое-то определённое время вы его вообще, у вас его не найдут. Поэтому решайте, да, выбор за вами, безусловно. Мне очень интересно знать ваше мнение по этому поводу. Поэтому обязательно задавайте интересующие вас вопросы, делитесь вашим мнением в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами очень скоро встретимся в следующих видео и обсудим очень много интересных и горячих тем. Всем пока-пока. Всех целую, обнимаю. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok